Девушки отдыхают 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 на свое сердце это называется кардиформия миокарда у меня крайне необычный случай могу показать ты видел когда-нибудь сердце форме сердца нет ты посмотри это не наследственное я так и не смог смириться с их гибелью в последующие дни я стал одержим одной идеей что берег существует и они на нем я вызывал у себя остановку сердца на целых три минуты и искал их снова и снова и снова чтобы просто попрощаться наоборот считается что у каждого свой берег а вдруг и загробная жизнь разные у всех эта мысль меня ужасает вечное одиночество вот почему я решил отыскать своих родных чтобы последовать за ними смысле умереть если смерть нас воссоединит то да но столь высокая нагрузка сказалось на моем сердце мышца сильно деформировалась и со временем люди стали меня называть исследователем берега хардманом я очень рад этому разговору а вот тело которое не мертвее без признаков разложения как будто она все еще жива идеальная мумия безупречный труп ты чего ты ведь кое-что еще должен был доставить а нашел узри подожди дэдман судя по всему это пуповина с виду человеческая вроде но это был не просто канал между плодом и плаценты больше похоже на нить твари это от мамы да тело которое не мертвеет и пуповина соединенная с берегом это удивительные находки сэм моё больное сердце просто ликует извини сэм но скорее всего нам придется прерваться мне нужно вернуться на берег и продолжать поиски моей жены и ребенка один человек один берег таково правило но я исключение мой берег соединен с другими как будто ему вставили коронарные шунты может все дело в моем необычном сердце я точно знаю одно я их найду с каждым визитом вопросов становится все больше но однажды я найду ответы да найду поля битв эти бесконечные ловушки отголоски мировых войн почему солдаты скитаются по берегу спустя столетия после смерти обычно души почивших там не задерживаются берег всего лишь коридор по которому они проходят в потусторонний мир но сожалению обида сильное желание остаться если эти чувства достаточно сильны они могут породить совершенно другой берег общее чистилище для армии проклятых Клиффорд Унгер его горе и злоба и твой ББ ставший чем-то вроде катализатора внесли в наш мир эти поля битв две минуты до остановки сердца пройдите в безопасное место это лишь теория думаешь это Хиггсом управляет? и остальными? примите неподвижное положение не знаю но все указывает на то что они здесь из-за Хиггса осталась одна минута держитесь за что-нибудь а чуть не забыл у меня к тебе просьба активация охранных систем ты пока просто передохни тут время останавливается на берегу но не ушла тебе покажется что прошло всего-навсего три минуты мы скоро продолжим пять четыре три два один два 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 и три и три и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что случилось? Что происходит? Я увидел в этой процессе свою жену и дочь. Эй, это я! Куда же вы? Стойте! Не уходите без меня! Нет! Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Потом включилось аварийное питание, и дефибриллятор вернул меня к жизни. Спустя 21 минуту после остановки сердца. Тогда я видел свою семью в последний раз. Это мое сердце стало причиной нашей разлуки. Но благодаря ему же мы с ними увидимся вновь. Оно определяет меня. Я Хартман. С тех пор я брожу по берегам других. Я следую по стопам моей жены и дочери. А когда устаю, возвращаюсь сюда и берусь за работу. Но вот что странно, мое сердце останавливается, а боль продолжается. А у тебя есть семейные фотографии, Сэм? Жаль. Пять минут до остановки сердца. Пока ты не отправился обратно на берег, объясни, что я здесь делаю. А, конечно. В этой области есть пункт выживальщиков. Наши ученые изучают там материал, относящийся к периоду до выхода смерти. Какого рода материал? У Земли долгая память. Ее пласты – это летопись событий с самого начала времен. И эта летопись пережила даже выход смерти. Эти ученые – мои коллеги по предыдущей экспедиции. Нужно, чтобы ты подключил их к хиральной сети. Амелия предложила разместить научные пункты вдоль этого пояса. Это единственное известное нам место, где есть сохранившиеся ископаемые позднемелового периода. Это когда исчезли динозавры. Считается, что последние из них жили здесь и только здесь. Понимаешь, эта Земля скрывает в себе воспоминания о массовом вымирании. Что-то из этого может стать подсказкой для нас. Именно с таким расчетом Амелия и разместила здесь нашу вспомогательную группу. Прошлое информирует настоящее и помогает построить будущее. Вот что она внушила нам, прежде чем отправиться на Запад. Три минуты до остановки сердца. Ам, да уймись ты. Я выключу звук. Позднее одно необычное происшествие произошло в смоленом поясе у краевого узла. Невероятные объемы смолы вырвались на поверхность, поглотив огромную территорию многих моих коллег и хиральный пункт. Этот инцидент не поддается объяснению. Думаешь, в этом виноват Хиггс? Не знаю. Но этот пункт был нам нужен. К сожалению, без него нельзя протянуть хиральную сеть на Запад. Поэтому я прошу, чтобы ты помог нам построить новый. Он будет скромным. С нашим обеспечением на многое рассчитывать не приходится. Не как узловые города. Это уж точно. Но узел есть узел. Сэм, пожалуйста, возьми Кьюпит, подключи ученых к сети и отправляйся к Амелии. А после мы перейдем к нашей главной задаче – изучению выхода... Не волнуйся за него сам. Надувной пол смягчил падение. Я открою тебе дверь. Я открою тебе дверь. Я открою тебе дверь.